Привет всем, с вами Александр Мещеряков и сегодня 1 августа. Наступил последний месяц этого лета, так что уже и впечатлений не те, и беспокоят грядущая учёба. Разработчики компьютерных игр, как назло, летом ничего не выпускали, и утешить себя можно было только старыми играми до ожиданиями. Сделано это вследствие отпускного сезона, который обычно проходит в первых месяцах лета. В августе жара идёт на спад, и большее количество добросовестных граждан от 10 до 50 садятся за игры. Именно в августе мы увидим долгожданное продолжение Splinter Cell, 4-ую часть безумного экшена Saints Row, шутер по фильму Рэмбо, новую часть про грабители банков, а именно Payday, и многое-многое другое, аддоны, инди и так далее. Игра, на которой я сейчас делаю обзор, считается инди-игрой, и посему попала в одноимённый раздел на канале. Что ж, немного расскажу об Индии, я помучу вас ещё минутку, а после уже перейду непосредственно к обзору. Инди-игры, они же независимые игры, не от Индии, а от английского, independent, дословно независимые. Компьютерные игры созданы независимо от издателей. Причём, в народе частенько бытует ошибочное мнение о том, что Индии игры бесплатны. В большинстве случаев они распространяются цифровой дистрибьюцией, в Steam. И на дисках такую игру можно встретить разве что в виде дополнения к большой игре. Но диски там, сами понимаете, пиратские. Несмотря на то, что тема существует довольно-таки давно, фестиваль Independent Games Festival проводится с 1998 года. Считаться с мнением независимых разработчиков стали совсем недавно, после детонации великолепной игры Minecraft. Маркус Персон доказал, что инди-игры имеют не только право на жизнь, но и на популярность. Уже после появились и Слендер, Фесс, Террария, Весел, Трайн и прочие. Итак, Castle Storm. Как уже понятно из названия, нам придется иметь дело со штурмом замка, а именно с его защитой. Сумела ли смесь Tower Defense и Angry Birds добиться успеха? Давайте выясним далее. Согласитесь, геймплей основа практически любой инди-игры. Это ее корень, стержень, если хотите. В Minecraft был сенсационный геймплей, и ее полюбили из-за этого. Аналогичная ситуация со Слендер. Напомню, что эта игра страшилка и, кстати, особенно популярна в России. И Фесс. В основном, независимые разработчики не имеют большого бюджета. Вот и приходится что-то изобретать. Вы даже сами можете заметить это. В Call of Duty практически нет ничего нового, как в Assassin's Creed, некогда лучшего франчайза Ubisoft, которую почему-то выпускают каждый год. Издатели прикручивают сюжет и новую графику. Именно на сюжет и графику у инди-разработчиков денег нет. Поэтому новые фишки, особенности мы можем в 80% случаев увидеть именно в инди-играх. Геймплей Castle Storm напомнил мне Angry Birds. Мы должны защитить свой замок и обстреливать подступающих врагов с катапульты. Или с баллисты. Мы можем уничтожать как самих воинов, так и замок противника. Причем детализация прекрасна. От черепицы отлетают мельчайшие кусочки, а с погибшего противника слетает шлем. И так далее. Несмотря на то, что геймплей отнюдь не новый, игра увлекает. Если честно, я не хотел делать на неё обзор, тратить силы, ибо скоро выходят более большие игры. Но купив и поставив на комп, я не смог оторваться. Возможно, появлял тот факт, что я не любитель Angry Birds, и она мне не успела поднадоесть как основной массе населения. Но геймплей Castle Storm лучше, ибо он доработаннее. В игре масса фишек, которые делают её по-настоящему увлекательной и неповторимой. Во-первых, вы не только обстреливаете ваших врагов. Вы можете полностью уничтожить их замок. Но это ещё не всё. Тут куча разнообразных орудий. Копья, ядра, взрывающие снаряды. О последних поподробнее. Когда снаряд прилетает к стене, вы можете ещё раз щёлкнуть мышкой, и он разлетится на три части. Таким образом, увеличив урон. В Angry Birds, кстати, была такая же птица. С точно такой же возможностью. Но игра не заключается в обстреле противников. Вы тоже можете отправить своих воинов, но главный урон наносит лорд. Вы можете телепортировать его на поле битвы и лихо уничтожать врагов. Лорд не только отличный мечник, но и мастерски владеет луком. Впрочем, это зависит от вас. О геймплее игры можно говорить и разглагольствовать очень долго. Он здесь играет самую важную роль. Хотелось бы поговорить о прокачке. Вы можете совершенствовать как лорда, так и воинов, так и орудия. К примеру, у копий увеличивает скорострельность и наносимый им урон, а также их количество. Всё это делается на золотые монеты, зарабатываемые за битвы. Всё уж и сказанное относится именно к компании. Ещё вы можете кастомизировать и изменять свой замок в специальном редакторе. Занятие долгое, но увлекательное и полезное, так как замок впоследствии труднее будет разрушить, если, конечно, вы правильно его модифицируете. Миссии в одиночной кампании радуют больше всего. Они разнообразные. Разработчики не заставляют нас только и делать, что штурмовать замки. Они то и дело подкидывают новую миссию, в корне отличающуюся от предыдущей. После прохождения первой миссии нас перемещают на стадион, где предлагают потренировать возможности лорда и заодно проводят туториал по игре. Дело даже не в диалогах, а в движениях, самих сценах. В третьей миссии мы с королём, завидев двух холков, бежим в замок, несмотря на то, что мы огроменный мужик с не менее огроменным мечом, рубившим в предыдущих миссиях вражеских разведчиков. Сделано это, конечно, с юмором, тем более, что бегают здесь герои очень смешно. Сделано это специально, дабы и геймплей разнообразить и настроение поднять. После каждой миссии нам дают очки, в виде золота, на который мы можем прокачиваться и экипировать определённых бойцов или оружие. Такая возможность, кстати, есть только перед миссией. Не подготовился, не прокачал воина, всё заново. Иногда сложно, но справедливо. Коротко о сюжете. Здесь он практически не встречается. Доступен почти на уровне диалогов. Стоит сделать скидку на их неплохое содержание и на то, что игра независима, и бюджет на большие катсцены, как, например, у Max Payne, у создателей не было. Впрочем, в казуалках сюжет никогда не был чем-то выдающимся. В своё время я поиграл в замечательный платформер, в котором действительно надо было думать. Trine 2. Атмосфера игры просто засела у меня в голове. Ощущение, что игру делали отечественные разработчики. Нет, игра хорошая, но атмосфера детства и сказки передана идеально. Именно такими должны быть игры о богатырях, а не тот трэш, который нам выкатывают обычно. Итак, Castle Storm тоже производит приятное впечатление. Создатели грамотно передали ту эпоху. Мне очень понравились задники, стиль воинов, замков и прочие атрибутики. В миссиях сеттинг постоянно меняется. Мы то на стадионе, то идём, так сказать, на абордаж при свете дня, а иной раз и дыряем волков на фоне луны. В общем, создатели этой игры поработали над местом действия очень грамотно. Графика один из минусов игры. В сравнении с современными играми Castle Storm выглядит слабо. Она, конечно, не на уровне Стан Андреас, но до недавней Shadowrun не дотягивает. В процессе игры этого не замечаешь, но в диалогах все неровности влезают на передний план, потому что в диалогах главных героев показывают очень близко. И видно не только минусы в недостатке полигонов на героях, но и минусы в окружении. Впрочем, движок обвинять не стоит. И те же Angry Birds с крупным планом выглядели бы точно так же. Физика – основа подобных казуалок. Как летит снаряд? Как на этот снаряд реагируют другие объекты? Все детали важны. Если это будет сделано адекватно и удобно для игрока, в игру будут играть. Поэтому Angry Birds так популярны. В Zen Studios учли мелочи и проработали их максимально. Физика понятна, доступна и подчиняема. Подчиняем в каком плане? На легком уровне сложности достаточно просто на глаз определить, где в следующую секунду окажется враг и куда нужно метнуть копьем. Работает замечательно. На физике останавливаться подробно не стану, она здесь вполне адекватная и все сделано в миру. Заведовать баллисты, лордам и прочими воинами легко. Управление интуитивно понятное и простое. Мы можем двигать камеру влево-вправо, когда стреляем из баллисты, дабы видеть всю карту, уменьшать масштаб камеры и так далее. Управлении лордам тоже нет никаких недопониманий. Здесь все в рамках жанра. Прыжки вперед-назад и удар мечом. Однако, чтобы стрелять из лука, нужно сжать правую кнопку мыши, а затем уже отправлять стрелу во врагов. Звуковое оформление порадовало. Мелодии соответствуют эпохе, они бодрящие, эпичные, героические. Я даже скачал несколько треков на телефон. На сервисе YouTube доступны различные ролики с музыкой, как с саундтреком, так и с фоном. Звуки тоже очень качественные и реалистичные. Разработчики справились на 5 с плюсом. К сожалению, диалоги не озвучены. Лишь иногда персонажи издают звуки, соответствующие каким-либо эмоциям. Удивление, смех и прочее. Но саундтрек стоит сказанных слов, потому что здесь он действительно замечательный. Редко когда у инди-игр, да и вообще у большинства игр, есть мощные саундтреки. И похвастаться ими может, разве что Battlefield, Crisis и, возможно, Need for Speed The Run. Но сейчас на этом останавливаться не буду. Так вот, саундтрек в данной игре, в Castle Storm, очень мощный. Я советую его послушать. Он играет в данный момент на заднем плане, повторяется. В общем, ссылка будет под видео на этот ролик со звуком. Игра, как никакая другая, передающая атмосферу Средневековья. Вы почувствуете себя и рыцарем, и командиром, и архитектором. Игра увлекает с первых минут и держит до самого конца. Благо, есть прокачка и прочие вкусности, которые игра нам предоставляет, чтобы мы не заскучали. Даже на уровне современных многомиллионных блокбастеров, она неплохо держится и способна удержать вас за монитором не хуже GTA или того же Call of Duty. Я советую всем сыграть в эту игру, потому что она не очень популярна. Насколько я понял, все-таки инди-разработка и каких-то больших рекламных кампаний на то, чтобы игроки обратили на нее внимание, не было. И поэтому я могу разрекламировать эту игру. Меня об этом никто не просил, потому что я думаю, у создателей не будет таких денег. Но все, кто это посмотрит, я вам действительно советую сыграть в Castle Storm. Особенно если вы любите Angry Birds, хотите каких-то новых ощущений, это настоящая игра, настоящая казуалка, которая вас действительно увлечет и вы можете целый день, не оторваясь, за ней провести. Ну что ж, слова словами, а оценки таковы. С вами был Александр Мещеряков. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка находится в описании. Там очень интересно, и первые новости появляются там. Также вы можете там видеть некоторые шутки на тему игр. Хочу немного сказать об обновленном сайте, который тоже дан в описании и в информации о канале. На сайте будут размещаться обзоры, статьи и я готовлю небольшую вещицу на тему Майнкрафт. Кстати, если вас интересует какой-то вопрос касательно игр, то не стесняйтесь задать его на форуме. В общем, зайдите, если сайт и тема вам интересны. Удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok